ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, люди! Здравствуйте, нелюди! Это снова я! Александр Герцен на канале Крыса! И сегодня мы продолжаем тему длинных ножей. В прошлый раз у нас была Муэла, как мы помним. А в этот раз у нас будет не менее злобное шило. При этом еще более бюджетное. Так что нищеброды могут придвинуться к экранам поближе. На вас третюшки. Смотрите, слушайте, что я им сегодня поведаю. Итак, обозрим сегодня нож Ontario Fighter SP6 серия SPEC+. Нож достаточно часто появляется в моих видеосюжетах, но в вспомогательных ролях. Меня часто спрашивают, кто это, что это. Но отдельного обзора он так до сих пор и не заслужил. Ну, причин тому великое множество, почему он не заслужил отдельного обзора. Но раз уж мы тут вспомнили даже Муэлу, то грех не вспомнить и этого красавца. Что это вообще такое? Рассмотрим его поближе. Это очередная вариация на тему, в общем-то, того же самого Боуи с прямым клип-поинтом. Моя любимая форма клинка, которую мы видели уже на демонстрированной сегодня Муэле, модель Хабали. Также такую же форму имеет моя любимая Валькирия. Очень нравится мне Боуи с прямым клипом, о чём я уже неоднократно говорил. Именно поэтому из всей серии Спек Плюс у Антарио я выбрал именно Файтера. Потому что их там великое множество, каждый может подобрать на свой вкус. Можно сказать, на свой вкус и кошелёк. Но, в общем-то, все они на кошелёк достаточно скромные. И никаких проблем приобретения такого ножа из себя не представляет. Как вообще эта марка зародилась? Многие из тех, кто меня смотрит, ну, не так уж искушены в теме ножей. И компания Антарио у них в первую очередь ассоциируется с крысой, с ножом РАД-1, который, в общем-то, делается на жёлтых мощностях. И к Америке отношение имеет весьма посредственное. А вот эти вот Антарио, они, ну, вот прямо оттуда, где Антарио, прямо из Америки. Хотя Антарио, по-моему, в Канаде, да? Ладно, не суть. Made in USA. Настоящий американский нож с американским духом. И не только. При этом он недорогой. Вообще, ножи серии Spec Plus выросли из того, что очень многих пользователей не удовлетворял такой легендарный, мастхевный, культовый и так далее и тому подобное, галимый армейский ширпотреб нож Кабар. Хоть его так и хвалят, хоть его так часто показывают в фильмах, хоть это легенда воин, но Кабар, в принципе, как нож имеет ряд недостатков. И создание серии Spec Plus от Антарио имело своей первоочередной задачей сделать аналог Кабара, но с излечением всех его недостатков. Первая модель, она, в общем-то, представляла из себя тот же самый Кабар, только исправленный. Потом в рамках этой же концепции появились другие ножи, появились так же, как и у Кабаров, появились мачете, появились здоровые кемперы. Но смысл у них у всех один и тот же. То есть нож, если он планируется как убийца Кабара, или как вежливо выражаясь, его функциональный продолжатель, скажем так, более эффективная замена, самое главное, в чем он не должен его превосходить, это в цене. Потому что Кабар стал столь популярен в первую очередь из-за того, что он дешевый и ширпотребный. И нужен был нож, который находится в пределах тех же самых, грубо говоря, 50 долларов. И нож при этом должен быть еще лучше Кабара, чтобы, скажем так, успешно с ним конкурировать. Ну, начнем с того, из-за чего он лучше. Какие детские болезни здесь вылечили? Как мы знаем? Ну, да, кто-то не знает, вот тот вижу, не знает человек, вот тот тоже не знает. Чего? Кабар лучший нож. Да, 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 точно не знает. У Кабара самые главные проблемы, это, скажем так, недостаточная прочность на стыке клинка с рукоятью, потому что хвостовик там достаточно тонкий, и с учетом изгибающих моментов он в некоторых случаях у людей ломается или, скажем так, гнется. И неустойчивость к коррозии в том же самом месте, потому что, как мы знаем, Кабар сделан из 1095 углеродки, которая ржавеет. Именно поэтому он черный, потому что это покрытие его предохраняет от коррозии. А поскольку у Кабара металлическая гарда, она по этому месту елозит, покрытие стирает, туда попадает влага, он начинает ржаветь, а потом оказывается, что в этом самом месте у него критическая точка, и, в общем-то, по этому месту он потом у некоторых и ломался. Здесь вот эту проблему целиком излечили. Здесь отказались от кабаровской рукояти, которая фиксируется затыльником. То есть у Кабара здесь такая хрень, которая всю рукоять держит на хвостовике, и хвостовик, в общем-то, как сказать, устроен в натяг. Здесь рукоять литая. Здесь поступили проще. На дворе всё-таки будущее наступило по сравнению с тем временем, когда разрабатывался Кабар. Теперь всё проще. Литая кротоновая рукоять. Удобная, ухватистая, с такими же поперечными бороздками, которая хорошо лежит и в мокрой, и в скользкой руке, и в перчатке, и без перчатки. Да, конечно, это не идеал эргономики, который прямо вливается в каждый палец, но и Кабар таким тоже не был. Да, это армейский нож. Такие качества имеет смысл ожидать от чего-то такого более гражданского, более пафосного, я бы сказал, даже более нажиманского. Ну да ладно, об этом потом. Итого, рукоять тут вполне достаточная, и своё дело она делает. Форма у неё такая, что рука не соскользнёт с неё ни вверх, ни вниз. По сравнению с Кабаровской, она лично, на мой субъективный взгляд, удобнее. И в целом более живуча. Да, здесь нет жёсткого торца, которым можно колотить, как молотком, и там бить по головам супостатов. Адепты живого боя сейчас набегут, скажут, что вот, как же так без сколкрашера, боевой нож не нож. А он таки боевой. Вполне себе справляется с этими задачами. Так что, адепты ножевого боя не совсем правы. По голове можно дать и мягкой рукоятью, потому что такой удар, в первую очередь, всё-таки оглушающий. Пробивать железные шлемы вам, наверное, не надо. Ну, а насчёт стеклобоев, это, наверное, удел всё-таки не совсем армейских ножей. Ну, ладно. Гарда здесь является органичным продолжением рукояти. То есть, как мы помним, у Кобара гарда была металлическая, отдельной деталью, прямо скажем, не очень удобная. Ну, вернее, как сказать, не очень приятная при ощущениях, когда рука на неё натыкалась, билась и вызывала у нас всякие отрицательные эмоции, да? Здесь гарда достаточно мягкая, чтобы не травмировать руку, но при этом и достаточно крепкая, чтобы не отвалиться как-то, не разрушиться при особых нагрузках. Также такие вот, ну, совсем любители подгонять эргономику ножей под себя, которым может не понравиться, например, потому что гарда с двух сторон, а не только снизу. Многие ругаются на верхний отросток, потому что он им мешает стильно класть большой палец на клинок во время ножевого боя. Этот верх могут просто отрезать, потому что он мягкий. Да, в наших магазинах очень часто ещё отрезают и низ, чтобы он проходил под наше законодательство и не был холодным оружием, но это уже другая история, не будем вспоминать о плохом. В итоге, такое рукояти обе проблемы кабара, в общем-то, решили. То есть, с одной стороны, здесь более массивный хвостовик, который в этой рукояти держится более крепко, а во-вторых, здесь исключено попадание воды, потому что рукоять летая, и никаких зазоров между ней и клинком тут нет. Итого, с рукоятью справились. Теперь, что же у нас с клинком? Клинок, ведь это же главная часть ножа, правда? Ну, шестая модель спек-плюса, вот этот самый файтер, он от кабара уже немножко уполз, потому что всё-таки главным конкурентом кабара была другая модель. И здесь мы с кабаром уже попрощаемся, и будем говорить непосредственно вот об этом самом клинке, уже без привязки к конкурентам. Что из себя представляет этот клинок? Этот клинок из той же самой 1095 углеродки, сталь, в общем-то, хорошая, если её хорошо обработать. Здесь она обработана, скажем так, удовлетворительно. Самым главным недостатком этой стали, как мы знаем, является то, что она ржавеет. Здесь эта проблема решена так же, как на большинстве других ножей. Клинок просто покрашен. Стойкость покрытия... Какая стойкость покрытия за 50 долларов? Никакой стойкости покрытия здесь нету, это эпоксидная краска. Вот здесь, если посмотреть, такие задиры, царапины, потому что я вот этим ножом, несколько раз, например, открывал бутылки, и вот это вот покрытие вот в этом месте, естественно, оно у нас приказало нам всем долго жить. Ну, так же оно царапается и от более мягкие материалы при активной работе. Так что, если вы хотите, чтобы этот ножик у вас оставался в товарном виде, работайте им только на кухне, и не дай бог вам резать что-то твёрдое, жёсткое, тем более рубить. Ну, в целом, покрытие с защитой клинка от коррозии, в общем-то, справляется. Геометрия клинка. Все уже прямо трясутся от нетерпения, чтобы я поговорил вот об этой вот обоюдной заточке, да, потому что клинок, когда заточен не только с одной стороны, но и с другой, он сразу приобретает плюс 100 единиц к поражающим способностям и становится боевой вдвойне. Ну, в общем-то, да. Не то, чтобы это кинжал, как видим. Заточка здесь полуторная, но сверху она... Да, блин, что у меня с лампой? Сверху она... Таки присутствует. Сразу говорю, этот нож был переточен. С завода эта заточка выглядела не так, а резала тем более не так. Лоб как не резал раньше, так не режет и сейчас, а основная кромка, в общем-то, я её кое-как резать научил. Вот, да, заточен с завода этот нож абсолютно шняжно. Сделано в Америке. Настоящее американское качество. Прямо вот от земли американской. Я себе представил уже вот такого вот реднека американского, который вот колхозника такого с бородой, в клечатой рубашке. Не, не с такой бородой. И в клечатой рубашке, а не в красной, как у меня. Который стоит вот возле точильного станка с заготовкой этого ножа пьяный в умат. Вообще, что глаза в кучу. И вот с третьего раза попадает по кругу этот нож точен. Потому что вот именно так он был и заточен с завода. Я пытался это как-то выровнять. Вот тут даже если посмотреть, я ему уменьшил угол. И вот когда я его начал уменьшать, оказалось, что здесь, в общем-то, не просто как бы заточка, она с двух сторон разная. Здесь ещё и волна. То есть, вот в этом месте у него, видать, рука по кругу соскользнула. Металла сняли больше. И вот тут удастся ли это показать вот в такую камеру и при таком свете. Но факт, что здесь вот сам грин и сама заточка, она в передней части делает такой вот немножко, как сказать, зигзаг. Нет, зигзаг это вот так. Так, ладно, не отвлекаемся. Но факт, что она не прямая. И как-то наводит на мысль или культуре изготовления настоящих американских ножей. Хотя, с другой стороны, что мы хотели за 50 долларов, да? Лоб точёный здесь сделан исключительно для облегчения укола. Нет, может быть, кому-то, кто будет использовать этот нож в качестве охотничьего, придёт в голову рубить этим лбом кости. Потому что здесь совсем топор. Нож сам по себе сведён очень толсто, а сверху он сведён просто, ну, безобразно толсто. То есть, если вы думаете, что вот обратной кромкой вы полоснёте врага и прямо вот его распорите от задницы до задницы, то это на самом деле не совсем так. Основная кромка, в общем-то, режет. После того, как я его более-менее нормально заточил, резать она стала, ну, на четвёрочку. Учитывая, что это углеродка, механика у этого клинка тоже вполне удовлетворительная. То есть, он упругий, не склонный к скалыванию, терпит всякое грубое обращение, всякую суровость в работе, если можно так выразиться. подтверждает то, что делали его как боевой нож, как армейский, как нож для суровых ситуаций, суровых людей и за, в общем-то, не очень суровые деньги. То есть, здесь Онтарио с задачей, в общем-то, справились. А если вы говорите, что здесь что-то не так, что здесь что-то криво, косо ржавеет, вы вспоминайте, сколько он стоит, и все вопросы у вас сразу пройдут. Ну, дальше немножко о личной практике моей применения этого ножа, да, что я, как мы знаем, всё-таки не нажиман. Я оцениваю ножики не потому, по центру у них клиночек и насколько ровная у них заточка, хотя настолько кривая, как здесь, она меня, конечно, бесит, но я оцениваю ножи в первую очередь по функционалу. И, естественно, поскольку этот нож у меня уже достаточно давно, я им довольно много пользовался. Как уже говорил, заводская заточка полнейшая беда, но если над ней немножко поработать, то, в общем-то, в быту, если не вспоминать о хороших, скажем так, о значительно более дорогих, хороших американских ножах и небюджетных японских, то, конечно, работать таким ножом грустно. А если о них не вспоминать, если знать только там, не знаю, что далеко ходить, мою Элу, упомянутую в прошлом обзоре, то, в общем-то, это обычный, нормальный нож из углеродки, который не хватает звезд с неба, но дело свое, в общем-то, делает и делать будет очень долго. Понятно, что с такой формой основное назначение у него все-таки это оружие. Но и в мирном быту он вполне себе работает. Я это неоднократно проверял, неоднократно в этом убеждался, и, в общем-то, не только я. Лучше так резать. Кого? Вот эта часть лучше так? Ну, смотри, как... А это так? Ну, ее поперек волокон лучше резать. Где видишь волокон, нарежь поперек. Ладно. Я их не вижу. Вообще? Ну, вот, вроде все поперек. На два, на три. А лучше на два? На два. А можно на три? Можно на три. Ну, как ты считаешь нужным? Тебе же это есть. В первую очередь. Нет, а мне те кусочки, которые одинакового размера. Но все-таки, как следует из названия этого ножа, Fighter, на нем это даже написано. Видно? Что этот нож прямо кричит о том, что он боевой. И именно это его основное назначение. И понятно, мы все знаем, что основное назначение боевого ножа это уколы. Ни в коем случае не рез. И колет он отлично. И колет он отлично. А то, что режет он, хреновастенько. Ну, это же не основное боевое свойство. Врагов не резать надо, врагов надо колоть. И, в общем-то, в этом вся его, так сказать, душа. К слову сказать, по габаритам он все-таки немножко вырывается за такую образцово-показательную норму боевого ножа, потому что, как уже давно сошлись все специалисты этого дела, идеальная длина клинка ножа это 5,5-7,5 дюймов. Этот товарищ 8 дюймов, то есть, он немножко подлиннее. И если вот так вот с ним сдружиться, активно им пользоваться, да, и, скажем так, почувствовать его всей душой, не только вот двумя пальцами правой руки, то становится понятно, что, в общем-то, дядьки были правы. Он длинноват. То есть, конечно, хорошо, когда у вас большой толстый враг, и вам надо достать для его жизненно важного органа. С другой стороны, настолько толстые враги большая редкость. А на балансе это сказывается уже не лучшим образом. При том, что как кемпинговый этот нож, опять же, не состоятельен. Потому что при таких габаритах баланс у него все-таки не настолько смещен на клинок, чтобы им было эффективно рубить. А с учетом геометрии, с учетом вот этого переднего закругления, если рубить, то рубить только серединой. Передом он не рубит вообще. Ставили эксперимент, вот там рубили те же самые ребра, и небезызвестный нож финский М95 Пелтонен сделал его по всем параметрам, при том, что в общем-то он короче. То есть Пелтонен рубит лучше, этот рубит плохо. Да и режет, как я уже сказал, не очень хорошо. Зато отлично колет. Колет он лучше, чем упомянутый Кабар, да, с которым мы уже попрощались. Но Кабар настолько боевой, потому что на нем есть что? Правильно, кровостек! Нет, на самом деле на Кабаре есть дол, как мы помним, да? И та модель из Спек Плюс, которая, в общем-то, Кабар заменитель, на ней этот дол тоже есть. Вот здесь вот на Файтере дола нету. Поэтому всякие диванные специалисты сразу закричат, да какой же он боевой без дола, да. Вот, кстати, если бы они ему сделали дол, вот честно говоря, баланс у него ушел бы с клинка чуть-чуть, потому что клинок стал бы легче. И, в общем-то, этот ножик стал бы немножко получше. Нет, я не говорю, что он и сейчас плохой. Как все-таки трудно говорить о простых и понятных ножах. Вот о чем-нибудь дорогом, навороченном и суперской стали. Говорить можно часами. А про этот нож я, в общем-то, уже все сказал. Меня тут недавно кто-то спрашивал, стоит ли его покупать. Ну, вы подумайте, для чего он вам нужен. Если вы собираетесь колоть больших толстых врагов или добирать каких-нибудь там кабанов, медведей, то, наверное, стоит. если вам нужен полноценный боевой нож, который вас не разочарует, в том числе и резом, наверное, не стоит. Если вы полочный нажиман, который этим ножом вообще ничего делать не будет, а просто поставит его на полочку, будет сдувать с него пылинки, у него будет абсолютно нецарапанное покрытие, он будет просто говорить, вот у меня есть вот такой крутой нож от Антарио. Вот тут я вообще ничего не могу сказать, стоит или не стоит, потому что таких людей я в принципе не понимаю. Ну вот как бы и всё, что я могу про этот нож сказать. Извиняюсь, что сегодняшний обзор получился немножко сумбурным, кривоватым, просто он такой же кривоватый, как сам этот нож. И я тут уже ничего не могу поделать. Американское качество, что с него взять? Антарио. Нет, это, конечно, не такая богомерзкая хрень как раз один. Конечно, поприятнее, посуровее. Но вообще есть ножи лучше, есть намного лучше. Из своей любимой формы клинка, вот с этим самым прямым клиппоинтом, я предпочитаю свою любимую Валькирию. Стоит она, конечно, подороже, но, извините, это нож совершенно другого уровня. И намного лучше заплатить допустим, 100 долларов и купить реально хороший нож, или заплатить 50 долларов и купить какой-нибудь Онтарио. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Не думайте, что это антиреклама. Это просто объективный факт. Хорошая Валькирия. Нет, ну это тоже нож. Как я уже говорил, он изначально планировался как более качественная замена армейскому ширпотребу. Это, в общем-то, и есть более качественная замена армейскому ширпотребу, которая при этом не перестала быть армейским ширпотребом. Вот и все. Теперь уж точно все. С вами был Александр Герцен, канал Крыса, нож Онтарио Спек Плюс Файтер, модель 6. Всем любви удачи и правильного выбора рабочих инструментов, в том числе ножей, в том числе не только рабочих. Все, конец, пока-пока. Субтитры Субтитры Субтитры